Момент раскрытия купола. На ферме сельхозпредприятия Колова в Усинском районе, где погибли 17 коров, теперь наведен порядок. Ситуацию под свой контроль взяли власти муниципалитета, аграриям помогли и местные жители. По предварительным данным, основными причинами смерти животных стали отсутствие воды, плохой корм и низкая температура в помещениях. Репортаж Эдуарда Бушуева. Неработающие поилки, неубранный навоз, вмерзшие в него туши мертвых коров. Такой была Колвинская ферма всего неделю назад. После того, как в прессе появилась информация о падеже скота и плачевном состоянии остальных буренок, на помощь животным пришли местные жители. Пришли вот именно вечером 8-10 человек было местного населения, имеется ввиду колвинских. Они, конечно, им большое спасибо, надо сказать, что работали, бесплатно работали. То есть нашли время и, скажем так, желание помочь убрать навоз, помочь покормить этих животных. Вот я говорю, еще раз говорю, большое спасибо. За решение проблемы взялись и власти муниципалитета. Они закупили для Колвинской фермы две дополнительные тепловые пушки, нагреватель для воды, комбикорма и сена. А предприятия Усинска предоставили стройматериалы для утепления скотопомещений. За состоянием коров тем временем пристально следят специалисты регионального минсельхоза и местной станции по борьбе с заболеваниями животных. Мясо не зараженное, признаков никаких ни вирусных, ни грибковых, ни бактериологических инфекций нет. Но, несмотря на это, патологический материал от трупов был направлен в Республиканскую ветеринарную лабораторию для исключения особо опасных инфекций. Специалисты ветнодзора уверены, никакой инфекции в мясе погибших животных экспертиза не обнаружит. Сейчас туши коров находятся под арестом в специальном контейнере. После проведения необходимых исследований их кремируют. Само сельхозпредприятие, скорее всего, поменяет название. Работа по его реорганизации уже началась. Эдуард Бушуев, Анна Скальская, телеканал Юрган, Усинский район.